Это чистый бред, я извиняюсь. Мужчина, желательно же никуда не уезжать, вы поняли? Едет опергруппа, досматривает... Да не переживайте, вы еще заяву на вас напишите. А вы представьтесь хотя бы, чтобы мы знали, с кем мы общаемся. Вы не могли бы представиться. Сотрудник МВД, представьтесь, пожалуйста. Он отказывается. Алексей, ну, посмотрите. Вы, чувак, на самом деле классный. Вы защищаете Украину, меня защищаете, народ мой. Я это 100% поддерживаю. Ну, понимаете, я поддерживаю это в рамках закона. Если вы немножечко отступаете от закона, я это воспринимаю как агрессию со стороны вооруженных людей. А в чем я отступаю? Ну, мы уже объясняем. Алексей, смотрите, закон о милиции, он четко предусматривает проверку граждан. Вы можете остановить его. Вы можете попросить их открыть багажник. Но если люди отказываются это делать, они имеют полное право. Имеют полное право. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Это называется незаконное удержание граждан Украины. Это криминальная статья. О чем мы сейчас составим заявление? Вы не имеете права нас задерживать. У вас нет оснований. Я же говорю. Мы ни в чем не подозряемся. Мы ни в чем не подозряемся. Правильно. За что нас задерживают? Я просто добровольно не хочу показывать документы. Почему? Потому что на то нет законных оснований. Вот и все. Приедет опергруппа. И что? Вы напишите заявление, что мы вас не за закона остановили. Посмотрим ваши документы. Если все нормально, счастливого пути. Смотрите, вы документы не посмотрите даже с опергруппой. Даже с опергруппой. Сопергруппой. А я готов поспорить. Ну никак не получите. Вы статью 63 Конституции Украины знаете? 63? Да. Я могу дословно вам рассказать. Мы можем... Ну вот. Он просто не даст, не удостоверяет, ничего не покажет, потому что на это нет законных оснований. Я ничего не подозреваю. И все под видеозапись. Я не в чем не вижу. Если у нас жесткая закусь будет в суде, жесткая закусь, у нас здесь полная стопроцентная гарантия нашей невиновности. Все четко. Ведем себя адекватно. Показали руки. Правильно. Я даже по своей инициативе вышел и... Ну хотя я чисто для людей это сделал. Я никогда такого не делаю. Я даже удостоверение никогда не показываю. Я не нарушаю правила дорожного движения. Алексей, просто знаете, обидно то, что те, кто люди, которые вас инструктируют, они прямо вас заставляют нарушать закон. И это обидно. И вы вроде бы делаете благое дело, но знаете как... Дело благое. Благое дело. Благими делами вымощена дорога в ад. Получается, ситуация патовая. Вы свой же народ заставляете вас же бояться. Это чистый бред. Я уважаю всей души. А в чем я вас наплакал? Смотрите, я вам объяснил. А вы? Объяснил. Девушку. Я остановился ждать свою девушку. Возле блокпоста специально, чтобы быть в безопасности. Я вам изначально это объяснил. Правильно. Специально. Вы подошли, увидели, посмотрели. Вам сказали, ребята, мы не хотим, потому что на то нет законных оснований. Мы немножко знаем закон и имеем на это право. Правильно. Вас это не устроило. Вы перегородили. И сейчас вы на три часа меня задержали. Класс. Причем незаконно. Класс. Что же мне вас... За что мне вас уважать? За что? Если я с вами вежливо общался, нормально объяснил. Вежливо общаться. Ну, я имею на это право. Это же считается военный объект. Кем? Кто? Пусть документы покажут, мы не знаем. Как вас зовут? Вы слышите меня? Я хочу узнать, как вас зовут. Вы ко мне... Дмитрий, будьте любезны. По первому требованию. Гражданин Украины. Покажите свое слуховое посетение. Ваша. Нет, ваша. Будьте показывать. Ваша. Вы, во-первых, снимаете. Снимаю. Вы не имеете права снимать документы. Почему? Я документы не буду снимать. Так я не буду снимать документы. Мои же документы вы сняли. Нет, смотрите. Вы нарушаете закон о милиции, если вы милиционер. Мы и нарушаем. Вы да, вы да. Это неудивительно. Почему вас это удивляет, Дмитрий? Чем это вас удивляет, я не могу понять. Смотрите. А мы никуда не едем. Мы уже зачем куда-то... Зачем нас держать? Группа вызвана. А на базу позвонил? Алексей, вот смотрите. Вот вы реально оцените обстановку. С нами вам и так все понятно. Вы реально поняли. Просто это дело принципа. Ну, вы реально поняли. Смотрите. Так, а вот эти нет. Не, ну, будем говорить между нами, вы поняли реально. Сейчас этот блокпост вообще никто им не занимается. То есть, по сути, вы сейчас зная то, что вы зря тратите время, вот никого не проверяете. Вообще. Никого абсолютно. В чем смысл тогда вашего вот этого подхода? Я не могу понять. Смысл сейчас, что мы никого проверяем. Ну, а как? Никто никого не проверяет. Все проезжают. Вы стоите, тратите время на нас. Непонятно для чего. Мы дождемся опергруппу. И все равно докажем вам, что мы правы. И вы убедитесь в этом. Мы свои права докажем. Мы свои докажем. Алексей. Алексей, скажите, в чем ваша правота? Вы думаете, что если вы увидите мои документы, даже вот что там должно быть написано, что должно или как-то повлиять на ситуацию, или не повлиять? Ну, к примеру, если там, к примеру, если я живу в Донецке, это как-то повлияет на ситуацию? Да. Как? Вот я житель Донецка. Я проживаю в городе Донецке. Я житель. Вот. И вы житель Донецка. Конечно. Как может повлиять то, что я живу в Донецке? Ну, вы проверите, увидите. Там проживает такой-то, такой-то Вася Пупкин в Донецке. Ну, допустим. Или я вам покажу, допустим, к примеру, что я вообще гражданин другой страны. К примеру, там, не знаю, там, Франции. Ну, вы проверите. Гражданин Франции. Ну, здорово, едет. И что? Что это вам даст? Если вы прекрасно видите, что люди без оружия, что один из них журналист, что он у него есть пастор гражданина Украины. В чем идея? В чем суть проверки документов? Что она вам даст? Я не обязан вам это рассказывать, но это нам даст. Классный ответ. Конечно. Я не знаю. Поэтому ситуация идиотская. И вы это понимаете? Ну, вы же реально, вы как профессионал, как профессиональный военный. Я, например, служил три года в армии. Я реально... Я служил. Да, я тоже был на блокпостах. Я реально понимаю, что в первую очередь человек должен быть психолог. Он увидел, он оценил. Лейтенант милиции. Вот это вы зря сейчас сделали, лейтенант милиции. Вот так там мило сидели. Вам было тепло. Сейчас вы вышли. Сейчас... Не, мне просто интересно, в чем конфлик? Остановились девушку ждать. Ну, Сашкину, он подъехал. Подъезжала девушка, мы действительно, вы видели. Это мы не... Дождались девушку, передали ей ключи, ничего не нарушили. Требуют документы. Зашел, не прошел. Можно? Я объясню вам сначала и по-русски. Ну, я как бы немного понимаю. Что не можете найти общий язык? Мы ехали. Увидели блокпост. Я говорю, давай встанем в карман здесь, чтобы не стоять на трассе, потому что на трассе там на обочине надо съезжать. Ну, да. Я объясняю, да. Я же объясняю, ну, сейчас вы выслушаете. Я говорю, давай в карман встанем нормально здесь, дождемся ее, она подъедет и вместе поедем в Запорожье. Стоим, ждем. Ребята увидели машину, остановилась. Стояли, стояли. Через какое-то время они решили подойти и проверить. Ну, подошли, проверили. Мы открыли окно. А что проверяли? Ну, покажите багажник, покажите документы. Вы показали? Багажник нет. А документы? Документы показал вот человек. Ну, я по своей инициативе захотел показать, да и показал. Он захотел показать, а я не захотел. Я, мало того, я локти показал, вышел. Я видел. Да. Ну, и вот. Мне не составило труда, просто для меня это было интересно, чтобы людям показать. Нас на три... Ну, конечно. Нас на три часа задержали, потому что я не хочу показывать документы. Документы, при этом мы с Алексеем сошлись на то, что я действительно по закону имею право их не предъявлять. Ну, просто так. Хорошо. А вы откуда сходите? Смотрю, машина ВТ зависит. Ну, я с Херсона. Вы с Херсона. Да, а вот мой товарищ. А вы не знаете ни Сашу, ни меня? Не знаю. Ну, ну, неважно. А что страшно? Ну, какая разница? Ну, знаете. Ага, знаю. Ну, вам хруст. Алексей, смотрите, мы не агрессивные люди, просто дело, это дело принципа. Вы пошли на принцип, и мы пошли. Хотя, поверьте, у нас не было никакого умысла вообще в астрологии. Мы действительно ждали девушку. Мы выезжали с объездной. Тут просто негде больше... Обычно мы сами подъезжаем к сотрудникам милиции и общаемся с ними, и пытаемся выяснить, насколько они адекватны. Но в данном случае мы не хотели это выяснять. Это чисто совпадение, что мы здесь остановились из-за этого кармана. Все. Да, мы не хотели, мы уже вот так. Просто, знаете, я вам так между нами скажу. Какие-то есть претензии? У нас претензий не было. У нас перегородили, закрыли, а у нас претензий к вам сидят. Нет, есть какие-то. А какие претензии? Нет? Если нас отпустят, претензий нет. Я еще раз объясняю. Алексей, Алексей преследует благую цель. Алексей преследует благую цель. Я за это его... Ну, а поговорите. Алексей, я 100% молодец. Ну, единственное, что вы должны просто реально оценивать ситуацию и понимать, что ну есть, есть, есть. Эти документы, ну и вы реально сами знаете, что они ничего не дадут. Это полный бред и фикция. Точно так же, как этот багажник открытия. Ну, блин, мы ездим по всей Украине, через эти блокпосты фуры проходят, их никто не проверяет. Кто тут будет вести какой-то там, я не знаю, там, эшелот? Я уже демократно говорил, если оружие провозится, оно идет зеленым коридором, четким. Этот коридор курируют некоторые люди. У нас инструкция есть? Не, ну я про вас. У вас инструкция, вы делаете все правильно. Вы люди подневольные. Вам выдали приказ, вы его выполняете. Военные. Я просто вам говорю с точки зрения человека, который ездит по всей Украине и наблюдает ситуацию, которая происходит. Я ее наблюдаю и оцениваю. В первую очередь тоже должны реально понимать. Пацаны умирают там реально из-за того, что какой-то дебил выдает вот такие тупые приказы, которые ни к чему не привозят. Это чистый дебилизм, останавливает людей на дороге этими блокпостами. Они ни хрена не дают. Слава богу, вот самооборону убрали. За самооборону я с вами согласен. А по поводу того, что они не дают, вы уверены в этом? Ну, знаете, мы просто брали статистику по Херсонской области, что было задержано. А эта Херсонская область, как вы знаете, граничит с Крымом. Что было задержано на блокпостах? Ровным счетом, все то же самое, что могли в принципе сотрудники ГАИ задержать и предотвратить, если бы они работали безвоенно. Я согласен. Вот это и так. Но у нас четкий приказ есть, но мы еще не будем поправлять. Не, мы это не обсуждали. Я понял. Я говорю, что очень обидно, что есть какой-то идиот, который выдает вам такие приказы, вместо того, что вы реально могли бы делать какие-то классные, идеально полезные вещи. По моему мнению глубокому, вот это бесполезная трата времени. Бесполезная. Не, ну так тоже нельзя рассуждать. Я считаю, что в такое время, как сейчас все любят говорить, гораздо можно применить таких здоровых пацанов, как вы, молодых, которые молодцы защищаются. По моему мнению, недавно случай был, просто с Крыма люди едут, машины зажимают фуры и заставляют слить 400-500 литров дизеля. По моему мнению, есть определенные участки дороги, на которых бы не помешала помощь ваша, гражданам Украины, у которых их грабят. Вот сейчас между Украиной и Крымом, вот там вот грабеж происходит, люди жалуются. Я бы хотел вас видеть там. У нас приказ стоять тут, мы стоим. Ну что, я понял, я понял, я просто выдвинул то, что... Подожди секундочку, ну я не понял, шо, ну шо? Зато я же со своей проблемой. А шо, у вас проблемы? Нет. Нет. Нет? Ясно. А по поводу того, что вы говорите, что мы стоим и ничего тут не делаем? Я не сказал это, я говорю, что гораздо... Вы делаете, просто насколько это эффективно. Ну смотри, простой пример. Да, я слушаю вас. Допустим, к примеру, допустим, я провожу оружие. У нас оружие вот сейчас реально можно провести согласно законов Украины. У нас такой закон, что он позволяет мне сейчас в багажнике везти оружие, и никто не сможет меня досмотреть без оснований. В чем тогда идея, в чем тогда смысл? Вот мы дождемся опергруппу. Привет, опергруппа, я покажу документы. Ну здорово, Вася Пупкин, все, полный багажник оружия, поехал домой. Все, бред чистый. То есть, говорят другими словами, те люди, которые захотят их провести, они в любом случае провезут. Правильно? Может так, а могут и нет. Ну, могут и нет, это если только они начнут, допустим, бояться, паниковать и как-то себя покажут, и как-то, допустим, как-то так, ну, я не знаю, как-то будет так действовать, что это придет к нему, что, не знаю, там, штурм будет. Допустим, смотрите, вы документы не захотели показывать, уже вы вызываете определенное подозрение. Допустим, допустим. Ну и что? Может, вы везете оружие, а вот вы не везете. Хорошо, а если бы я показал документы, у меня был бы багажник с оружием. Я бы просил бы багажник с оружием. Но я бы отказался вам. Ну, вы вызвали опергруппу. И она приехала, и я бы показал... Нет, ну, опять, они не могут... Они не могут подождать... Без решения суда, вы сами сказали. Они не могут досмотреть. По закону никак. Я и им бы показал, сказал, ребята, у меня есть там личные вещи, извините, для жены в секс-шопе там купил, очень стесняюсь вам показывать. Я поеду. И он бы уехал. Уехал. У нас такие законы добили на Украине, что нас можно по закону так делать. И не вы в этом виноваты. Так как может быть. Тем более на фоне вот этой неприятной истории, которая в Запорожье недавно была, когда сотрудник ГАИ вытягивал и кричал, сепаратист, гражданин Донецка, с машины. Ну, недавно было такое. На фоне этого там сейчас как-то... Тут можно закон развернуть и в одну сторону, и в другую сторону. То есть, вы можете быть правы, вы, но... Скажите, пожалуйста, с точки зрения закона, вы как сотрудники полиции, как вы думаете, как можно досмотреть мой... С точки зрения закона, как можно мой автомобиль по закону досмотреть сейчас? На законе антитеррористическая операция. Она не дает права нарушать мои конституционные права. Она их не ущемляет. Она Конституцию не подвигает. Я обязан посмотреть ваши документы. Согласен. С вашего разрешения посмотреть машину. Алексей, вот это ключевые слова. Если вы отказываетесь, вызывается опергруппа. А с нами, допустим, машина, составляется акт. Это называется не акт, а протокол досмотра. Смотрите. Но все равно не дает права. Только решение суда. Я вам больше скажу. У тебя ликбез здесь, да? Ну что, мы общаемся. Ликбез с агнидацией безграмотности. Люди рассказывают, что такое действие. Въедет опергруппа. В любом случае будет составляться протокол. Дмитрий, а вы как сотрудник милиции можете составить протокол задержания? А он даже представиться не хочет. Вот это же непонятно. У вас ликбез. К чему такая агрессия? Это же мы. Мы, те люди, ребята, ради которых вы рискуете жизни. Согласен. Зачем так реагировать, как он? К вам нет претензий. Зачем так реагировать? Он же за меня готов умереть. Зачем тогда меня так не любить? Я не понимаю. А если меня не любить, зачем тогда за меня умирать? А за целые 100 суток, знаете, сколько останавливаются самых различных... Алексей, знаете, я всегда, что на это отвечал? Если человек не может работать с другими людьми, ему просто эта работа не подходит. Значит, надо просто караулить вышки. Или делать какую-то другую работу, но не общаться с людьми. Если человек не может общаться долгое время, и его это раздражает, ему не место здесь. А меня это раздражает? Нет, вы, нет, вы... Я какой-то неадекватный, угрожаю вам оружием. Алексей, к вам претензий нет никаких. Вы общаетесь... У меня только претензия в одном, что ваши действия нарушают закон. То есть, по-хорошему, по-хорошему, вам ваши командиры должны были дать права на то, чтобы вы протокол задержания составляли. То есть, да, так, ребята, секунду, я вас задерживаю. Вот, пожалуйста, документ на основе этого. По протоколу будет составлять опергруппа? Нет, нет, до приезда опергруппы должно быть основание для задержания. Вот сейчас я стою здесь не по своей воле. Вы ограничиваете мои свободы. Для этого должен быть составлен какой-то документ. На каком основании мне, как свободному граждану Украины, ограничивают права? Вот это должно быть документально оформлено. Когда приедет группа? Нет, когда группа приедет, это понятно. Но группа может приехать когда? Через пять часов? Все претензии. Если мы ущемили какие-то ваши права, вы напишите... Нет, я понял. Мы с вами дискуссируем. Я просто вам говорю, что вообще по закону это так. То, что у вас есть определенные приказы, в рамках которых вы действуете, это по... Я понял. Я понял. Я говорю просто о том, что это незаконно. И пользуясь такой ситуацией в стране, она говорит, так, ничего страшного, потерпит. А то, что люди реально устали от этой войны, им тоже тяжело, тоже тяжело. И мало того, еще свои мордуют. И там мордуют, и тут мордуют. И знаете, и уже украинцы думают, блин, где там лучше уже, да задолбали. Это называется, бей своих, чтобы чужие боялись. В чистом виде. В чистом виде. Ну, не знаю, я с вами... Скажите, пожалуйста, сейчас, пользуясь этой ситуацией, которая происходит, я могу немножко отступать от закона? Я имею право на то, чтобы не выполнять какие-то вещи в законе? Ну, к примеру, я могу переходить на красный свет на дороге? Ну, и сказать, такая ситуация в стране, я на красный теперь буду ходить. Правда, не имею? Не имею, да. Правда. А вот сейчас то, что делаете вы, вы отступаете от закона. Я считаю, что тоже, даже в связи с такой ситуацией, вы не имеете права просто так, без моего желания, требовать у меня документы. И то, что вы меня задерживаете, это тоже незаконно. Поэтому я так реагирую. Основание антитеррористической операции. Она не дает права задерживать граждан. Опять же, без основания, без протокола досмотра. Если антитеррористическую операцию прописали в законе, она не прописала. Если вы документы показываете, не показываете, вот уже вызываете по какой причине вы не показываете? Это я помню. Я же вам объяснил. Я вам четко говорю, я не показываю документы по причине того, что Конституция Украины дает мне на это право. Разве это не самый логичный ответ, который только может быть в свободной стране? Разве это не самый разумный ответ, что я, как законопослушный гражданин, выполняю букву закона четко? Мне Конституция отдала эти права. Именно поэтому у вас после этого вообще любые подозрения должны пропасть. Потому что человек четко регламентируется Конституцией Украины. Как это? Как это? Ну, как? А представьте, вот такую ситуацию, вот как вы говорили. Вот вы проводите оружие, вы быстро со сотрудником милиции, или тот же, который приедет, опергруппа, говорите, что у вас там игрушки с сэк-шопа, вы стесняетесь показать. И проводите оружие. Да, да? Да. А потом этим оружием выбиваются люди... Алексей, так я именно об этом говорю. Я именно об этом говорю, что... Вот вы как журналисты, извините, что вас перебиваю, вы как журналисты должны помнить, что в Непропетровске задержана была террористическая группа, и показывались гран-тотатометы, взрывчатка оружия. Так это не только в Непропетровске. Это не только? Задерживают по разным областям. Задерживают по разным областям. Ребята приезжают... Мало того, много историй, ребята приезжают с АТО, привозят с собой мухи, привозят с собой калаши, ставят на балконе, а их брат, младший, старший с этой мухой, шмальнул себе в комнату. Это тоже ненормально. Класс. Вот для этого мы... Правильно. Но для этого мы специально показываем такую ситуацию, дыру. Закон должен быть четкий. Четкий о том, что вы должны... У вас, вы должны быть наделены правами открыть багажник. У вас правами для проверки багажник. Абсолютно верно. А так вы стоите, вызываете группу. Люди, группа едет, вместо того, чтобы настоящих преступников... Алексей, вы нас не поняли. Мы за то, чтобы вас наделили такими правами. Но я хочу действовать по закону, а не потому, что такая ситуация в стране. Я хочу, чтобы вы подождите, сказать, я представитель, допустим, там, МВД, там, Трампам-пам, там, в связи с вступлением новых правил, там, и новых полномочий, я имею полное право в приказном порядке заставить вас открыть багажник. Вот так, как вы журналисты, вот так напишите... А мы так показываем. Вы нас просто никогда не видели. Почему вы думаете умничаем? Потому что нам так захотелось? Да, напишите в Верховную Раду. Да мы это делаем регулярно, пять лет. Смотрите, нет толку писать в Верховную Раду, есть толк один раз показать вот такой случай, вот с таким чудесным, я вам вполне сразу говорю, вы чудесный человек. Показать вот один такой случай чудесным человеком, который жертвует своим временем, своим здоровьем, своим молодостью, и не может по закону досмотреть машину людей, потому что какой-то умник говорит, я не покажу документы. Это должны увидеть все, понимаете? И там должны уроды сказать, подождите, а как вы людей поставляете, они на морозе будут стоять сейчас всю зиму, и не смогут даже досмотреть багажники. Это они там, это народ должен к ним прийти, сказать, что вы, давайте действуйте, шевелите, подписывайте законы, приказы, вперед, посмотрите, что творится. Я со своей стороны прав на 100%, вы со своей стороны прав на 100%. Между нами нету законного механизма взаимодействия. Вот почему эту проблему надо показывать и освещать. Вот и все. Просто я считаю, что, да, тяжело стоять здесь целый день, но все равно так, как действует ваш напарник Дмитрий, это недопустимо. Он дает ему это право, потому что я, в первую очередь, гражданин Украины, и человек для меня с оружием должен быть, знаете, предметом уважения. Он должен быть, да, вот действительно, я смотрю на вас, и я очень хочу, чтобы такие люди были как можно больше. Я не думаю, что вам поют дифирамбы. Поверьте, я, вы когда посмотрите, с кем вы общались, поверьте, я проехал очень много блокпостов, я общался на очень многих блокпостов. И такие штуки ложили нам. Это все херня, мы привыкли к этому, мы абсолютно не переживаем. Но так, как ведете себя вы, это достойно уважения. Я считаю, что вас должны увидеть люди, и с вас должны брать пример даже ваши вот эти напарники, которые стоят рядом. Это будет хороший пример. У нас три человека в машине, мы хотели вызвать опергруппу, оформить, я не знаю, незаконное задержание. Что, разогнаем? Ожидайте. Копер-группу. Выключили. Ну что, я всегда... Днепр один и не набил мне лицо. Поэтому примите вызов и будьте любезны, сюда пришлите экипаж. И подъедьте сами. Я очень, очень хочу познакомиться. Давайте. Я не тарахчу, разговаривайте вежливо. Я вас очень прошу, и не забывайте, что вы на работе. Нет, вы приедьте сюда, составьте все документы, примите заявление и разбирайтесь. Хорошо, хорошо, ожидайте. Да, давайте. Ты такое видел? Жалко, с самого начала мы не записали. Ты багажник не откроешь, потом я тебе скажу. Всем внимательно можете посмотреть, что в багажнике абсолютно ничего нет, чтобы не было потом никаких пределов. Виталий, садись, будьте люди сюда подходят и пообщаются. Садись, нужно долго стоять. Давай, там позвонили, надо нам валить. Подойдите туда. Виталий, подожди секунду. Я с нами есть, разговариваю с людьми. Мне все предоставили, подожди секунду. Мне все предоставили, все показали. Я не буду их задерживать, сейчас данные себе запишу. И всех делом. Снимают нас по дороге все видеорегистраторы, ничего страшного там нет. О, здраво, смотри, что он проснулся наконец-то. Ну, ждушь же девушку, где девушка-то? Она уже давным-давно уехала, ее уже просрали все сроки из-за вас. Секунду. Серьезно говорю, ехали, встреча была, из-за вас просрали все сроки. Как так можно обращаться с людьми? Я просто в шоке. А в чем проблема? А я вам объясню, в чем проблема? В чем проблема? Проблема вам человек только что объяснял. Я объяснял битые два часа, битые объяснял, что если так вести нас будет, если будет наша армия с нами так-так вести, тогда не надо защищать. Нахер нас, постреляете всех и все. И будет вам проще жить. И будете друг друга проверять здесь каждый день. Это будет правильно. И живите сами в своем полицейском государстве. Сто процентов. Так работать не надо, спасибо. Ваша защита такая не нужна мне. Так нас вы защищаете. А кого вы защищаете? Народ. А я кто? А я кто такой? Кто такой? Я хочу по закону. По закону. Не кричи. Хочу по закону. Потому что я два битых часа стою здесь и вашим подчленным объясняю то, что вы им должны вложить голову как командир. Все, я могу ехать. Я удовлетворил вашу фантазию. Вы все посмотрели? Что-то еще? Капот? Сбор данных, информация запрещена. Это уголовная статья. Сбор данных личных граждан запрещен. На меня можете в суд подать. Я рад. Я именно это и хочу. Только дайте я поеду. Только на меня. Вы извините, пожалуйста. У меня есть семейные обстоятельства, на которые я сейчас очень тороплюсь. Я выполнил все, по-моему, то, что вы даже хотели сверхзаконовать. Еще раз. Фамилию свою. Куницкий Александр Олегович. Вы только что смотрели. Зачем вы проверяли документы, если даже не удосужились прочесть? Я у вас спрашиваю. А может меня обманывают? Александр Алексеевич. Смысл, что значит не Алексеевич? Вы даже не слушаете, что я говорю. Понимаете? Вам настолько... Вы просто настолько пытаетесь показать свою значимость, что вы даже не вникаете в нюансы. Пытаетесь. К сожалению, так. Если бы вы были действительно нацелены на то, чтобы вы защищали нас, граждан Украины, сейчас бы не три человека в форме здесь стояли вокруг нас, а стояли бы на блокпосту или в отцу. Мы не будем учить, у меня есть работа. А сейчас вы это делаете. Послушайте, я служу в армии, я в звании старшего сержанта. Что такое приказы? Что такое, поверьте мне, воинская честь? Я очень хорошо знаю. И то, что делаете вы, это не совсем то. Потому что вы действительно сейчас понимаете реально, что у ребят нет ничего в багажнике, что есть документы, что просто было дело принципа. Вас уже удовлетворили, и все равно вам мало. Все равно вы хотите показать, что... Ну давайте, давайте мы еще потратим еще полтора часа времени, и мы сделаем шоу, и будем дальше рассказывать вам, что... Ну пока вы себя задерживаете, не я вас. Ребята, ребята, соблюдение... Пока вы себя задерживаете. Соблюдение закона на Украине, извините меня, это пока не есть провокация, и это не повод для пидозры. Ну нет, не повод для пидозры. Если человек, Бог, в Конституции чтит, и это бред, это только в нашей стране его могут подозревать в провокации в этом случае. Так вы сделайте что-нибудь от того, что мы сделаем, а мы показываем каждый день. Вы, пожалуйста, будьте любезны, вот когда мы уедем, просто поинтересуйтесь хотя бы для себя, чем мы занимаемся, и что мы сделали до... Для людей. ...до военной операции. До военной операции. Чем мы занимались, и кого мы брали за жопу, и кого мы выгоняли из органов, и каких коррупционеров мы ловили. А сейчас мы дожили до того, что я должен человек, который боролся за это, перед вами просто... Скажите мне, пожалуйста, один момент. Человек вышел, мне объяснил. Я просил вас выйти объяснить. Ребята, он вам объяснил. Мы объяснили. А сейчас вы меня... Вы сами сейчас задерживаете. Нет, я сейчас хочу ехать. Вы что начинайте, покажите данные, перепишите. Вы все посмотрели? Ребята, мы сейчас... Убирайте уже. Спасибо. Убирай уже. До свидания. До свидания. Продолжение следует...